Это трое, это озимый лук. Мы сажали его в октябре, в конце октября месяца. Мы тоже уже почти убрали, у меня мешает до 750. Ну, у вас сеянный лук. Ну, а у нас сеянный лук не получается. У нас, где он, Серёжа, это представитель Беи, в своё время был он с другой. Дело в том, что мы его не можем в сходы получить осенью. Почему? Ну, потому что засуха и проблемы. Вода уходит в октябре месяц. А вот этот вот лук, мы сколько с ним лет работаем, мы определились, что если он уходит мёртвым, то есть без... Ну, как учили нас раньше, чтобы два листа, три листа было в зиму. А мы сейчас его сажаем так, чтобы он уходил у нас без листьев. И потом он весной всходит, и получается урожай. И самое главное, он потом не стрелкуется. Это же одна из бед стрелкования же. А когда мы стрелки обламываем, естественно, там открывался доступ воды в сердцевину. И вон шейковая гниль была. Сейчас этой проблемы не стало. И лук получается... И я же говорю, сравнивать ваше сеянное и нас вот этот саженый. Ну, у нас разные зоны, поэтому... Так вы его с луковичкой садите? Да, да. Это, ну, тыканка, как её называют корейцы. Тыканка. Всего. Всего, да, всего. Поэтому вот так вот. Какие вопросы по луку? И сколько ваше? Ну, Николай Николаевич озвучил 35 тонн сегодня. Сегодня мы... Вот у нас вот она разделена, вот это поле, четвертинками. Мы ещё его поливаем лук. И он... Я говорю, мы начали с 30, сегодня уже 35. И закончим где-то за 40. А вот это чернушки тоже, да, против? Нет, ну, чернушка есть у нас. Сегодня будем проезжать мимо чернушки. Чернушка есть. А у вас занятость отличается? Конечно, отличается. Ну, и цена отличается. Сегодня это 30 рублей. А тот будет... Ну, хорошо, если по 10, по 12. Почему? Ну, вы что, не знаете почему? У вас выскок по сколько его? У нас сроки... Нет, не дело в сроках. Ну, у нас больше 12 августа месяц не бывает. А это как-то уже будет? Ну, конечно. Да, да, да. Яровой. Ну, у вас свой убор. Яровой. Сергей Алексеевич, а убираете вы из ботвы гримовскую копалку? Это гримовская мемка. Ну, развернись вон назад. Видишь, вон гримовская копалка стоит. Гримовская... Ну, да. Ну, да. Народ просит лоб. Не, ну, вот осенний лоб, да, мы собираем гримовскую. А другой же у нас нету, поэтому мы собираем вашей. Ну, претензий нет. Ну, как вот на копалку ношу? Ну, по блоку... Ну, нормально, хорошая копалка, очень, так сказать. Вы всех не скажете? Не, ну, ну что, да не, ну, сказать-то что, нормальная копалочка. Копает, копает хорошо. Тут вопросов нет. А вы сколько сажаете на погону метра? Значит, я вам скажу, мы погонными метрами не считаем. Мы считаем килограммами, блин. Килограмм сколько? Ну, и вот на гектар уходит... Ну, вы знаете, тут трудно... Я, Алексеев, думаю, это же Дорошенко. Дорошенко. Да, очень приятно. Ну, свои тогда что, тогда можно... Не сбрежь еще. Ну, ориентируемся на 1200. Ну, когда Наталья отправляет с Лукоморья, она же, знаешь, вот ее заказывают там 14-20, да? Вот смотришь, ну, наверное, нормально. Ну, в прошлом году посадили 1200, был редковат. В этом году посадили 1220, ну, думаю, 20 килограмм туда-сюда. Густой, ну, опять не угадал. Поэтому, ну, ориентируйся на 1200. Спасибо, спасибо. Ну, я еще раз говорю, блин, ну, тут... Ну, тут все из-за фракции зависит. Ну, да, калибр, если говорю, вот она говорит... Ну, это вот как картошку, вы сажаете. Вот говорят вам там, вон он стоит. Он говорит 30 и 55. И вот в этой 55... Да, и 60 бывает в этой фракции, блин, и... Бывает и 25. Бывает и 25. Вот, ну, там хорошо у нас это вот, ложки там строго ложат. Да, а тут вот это вот все. Итак, добрый день, уважаемые организаторы, уважаемые гости. Рады приветствовать вас. И очень приятно представлять здесь сегодня и сейчас компанию Биотехагра, которая находится в городе Тимошевске. Это производитель биопрепаратов для растеневодства и для животноводства. Нашему предприятию уже 18 лет. Завод уже достаточно известный. Это динамично развивающееся, хорошее, доброе предприятие, которое зарекомендовало за все 18 лет себя как достойный партнер, который всегда держит марку, качество и, скажем так, еще и сопровождение. Это тоже важный, важный момент. Но о компании вы можете узнать достаточно много и подробно на нашем сайте. Это биотехагра.рф. Я призываю всех посетить наш сайт, потому что там собран весь материал. И относительно растеневодства и животноводства, все опыты, отчеты вы можете познакомиться и с предприятием там. Значит, сегодня и сейчас мы на базе этого предприятия проводим уже второй год опыт относительно испытания применения биологических препаратов на картофеле и на луке. Сейчас вы находитесь на делянке, это опытное поле, скажем так, как мы его называли. Вот эта часть представлена, это, ну вот так вот копнули опытный участочек, чтобы вы посмотрели. Вы только что были на контрольной части, и, соответственно, я думаю, что вы можете сравнить, да, даже визуально оценивая, насколько лучок наш ничуть не уступает по своему, скажем так, внешнему виду с тем, что вы только что видели. И вот здесь вот я стою рядышком, здесь представлена таблица, в которой собраны именно все обработки, которые были здесь проведены на этом поле. Что мы делали на этом поле? Значит, начали мы свои обработки одновременно с гербицидными обработками. Наши препараты совместимы с гербицидами. Вот, начиная с пятой обработки, уже на контрольной делянке начали проводить фунгицидные обработки. Наша задача была сделать что? Поменять химический фунгицид на биологический, и тем самым посмотреть эффект от этого, от этих перемен. Все обработки последующие проводились в опытном участке только биологическими фунгицидами, а на контрольной делянке только химическими фунгицидами. Что мы видим? Значит, я еще раз повторю, что на сегодняшний день вы видите состояние, и какая, соответственно, урожайность мы еще не определяли, сами понимаете, это вот в ближайшее время это будет сделано, и мы обязательно поделимся нашими результатами с вами. Но на сегодняшний день экономический анализ данного предприятия, когда мы применяли биологические фунгициды и сравнивали с химическими, мы видим, что проведено биологических обработок 11 за период с апреля месяца, и по сегодняшний день, значит, и затраты составили 24 600 рублей. Это и того за весь тур. Если мы сравниваем с контрольной делянкой, то это цифра 30 600 рублей. У нас экономия в 6 тысяч. Цифра, которая как бы внушает доверие, я думаю. И увидено, значит, качество и количество лука, это тоже внушает доверие. Поэтому я прошу всех как бы посчитать и подумать, что если это затраты на гектар, соответственно, на 100 гектар, и там дальше выше, это, конечно, будет интереснее. Значит, все наши препараты, я так бегла, скоро тут переваливались с установкой флагами, что их оторвало. Хотели выступить, ну, как бы красиво, но ветер нам чуточку помешал, немножко расстроились. Значит, что хочу сказать еще, и самое главное, что все препараты, которые, я их так называю биологические, сейчас при рассказе, они на основе живых бактерий и грибов. Помимо того, что составляющие это бактериальные и грибные формы, я хочу сказать и сделать отдельный акцент на том, что продукты жизнедеятельности тех же бактерий и грибов, они играют тоже очень существенную роль. Это антибиотические соединения, это ферменты, которые работают и по заболеваниям, то есть, ну, как бы защищают растения. Их роль еще помимо защиты, это стимуляция, это иммунный статус растения. Я так думаю, что здесь сегодняшние гости, это представители сортовики и представители таких компаний. Что хочу сказать и отметить, уже наблюдая за нашими работами не первый день, что иммунный статус растения гораздо выше, то есть, он практически растение, ну, более благоприятно себя чувствует, да, при вегетации, потому что я не хочу никого обижать, и, я скажу так, союзники химики, не задача обидеть, а как-то вот предложить компромисс и союзничество, потому что химические препараты, они все равно оказывают такое воздействие, как бы стрессируя растения, присаживая, скажем так, вот процессы, которые тормозящие, вот, ну, вот, процессы, которые есть в росте. Вот, теперь, что хочу сказать, на этом предприятии мы проводим опыты уже второй год, и начинали мы первый год с картофеля, это был чипсовый картофель, ВР-808, я приглашаю вас обратить внимание, вот, с правой стороны, здесь представлены, пока мы тут вот готовились, ждали вас, мы проехали на наши поля, где мы проводим опыты, и вот здесь, вот, здесь представлены картинки, ну, не картинки, а вживую, растения с опытного участка и растения с контрольного участка, в данном случае, вот, я нахожусь здесь, это чипсовый картофель, ВР-808, на сегодняшний день было проведено 5 биологических обработок, мы начинали с посадочного материала, прям, с самого-самого начала, этот картофель был посажен 17 апреля, на сегодняшний день, повторю, было проведено 5 биологических обработок, соответственно, в контрольном, на контрольном участке там были проведены химические обработки, но мы их так называем, и вот, вот такая картина на сегодняшний день, чуть правее, это продовольственный картофель сорта алоэд, который был посажен 6 апреля, и мы начали работу точно так же с обработки посадочного материала, и продолжаем дальше вести, тоже было проведено 5 биологических обработок, соответственно, в контроле работали химическими фунгицидами, мы работаем, помимо того, что биологическими фунгицидами, у нас еще в программе и на луке, и на картофеле биологический инсектоакарицид, который работает по почвенным вредителям, и по колорадскому жуку тоже, вот такую схему мы предложили в этом году, то есть по прошлому году, у нас, я немножечко так оговорюсь, вернусь назад, надо было, наверное, с этого начать, в прошлом году мы проводили опыт на чипсовом картофеле ВР-808, получили результат по урожайности, прибавка была 27%, а себестоимость в сравнении у нас получилась на 50% меньше, поэтому это те цифры, которые я сегодня проговариваю и произношу, это относительно этого хозяйства, где вот вы сейчас все находитесь, где я нахожусь, вот, эти цифры мы видели воочию, потому что мы сопровождаем, каждую неделю мы находимся здесь, мы ведем опыт, то есть от его начала и до окончания, да, и вот когда уже будут готовы данные по этому году, результаты по этому году, конечно, соответственно, мы вам сообщим, поделимся. Я думаю, что вы получили уже пакетики с рекламным материалом, там каталог нашего предприятия, где описаны все препараты, также опыты и опыт прошлого года, и те схемы, о которых я немножечко облегла, так сейчас рассказала, это в каждом каталоге у вас будут эти схемы, конкретно по этим культурам, где мы находимся. Хочу сказать, что в этом году мы проводим здесь опыт не только на азимом луке, и вот этих двух сортах картофеля мы проводим опыт еще и на яровом луке, это АМ-30 и бриллиант, это который на том отделении. И еще в этом году мы проводили опыт, вернее, еще проводим, потому что еще не было уборки на азимой пшенице. Ну, больше конкретно сегодня речь, конечно же, о луке и о картофеле, но хочу сказать, что и в каталогах, и на сайте вы увидите, у нас есть программы по разным культурам. Вот, теперь я проговорю еще раз, что при получении прибавки по урожайности от 20-30% и выше, при снижении себестоимости от 30-50%, а то и выше 70%, ребята, это серьезные цифры, которые реально я могу лично сказать, что я эти цифры действительно получаю не понаслышке, как бы мы проводим огромную колоссальную работу, и я думаю, что об этом стоит задуматься. Но, еще такой момент, буквально две секундочки. Мы начинали, как бы, с посадочного материала, но важно начинать еще после уборки, с осени, готовить почву, начиная с пожневных остатков. У нас препараты есть, очень хорошая линейка, это и недорого, и очень-очень эффективно. Вам огромное спасибо за внимание. Ну, Марьяна здесь вам рассказала, да, что как это все хорошо, как это красиво, но я скажу вам, вот честно, это психологически очень тяжело, вот это все, вот, перебороть себя, да, перебороть Николая Николаевича, поспорить, да, ну, да он все, нормальный мужик, он понимает все это. Нам, как бы, стоило очень большого, вот этого, ну, больших усилий. В этом году? В этом году, да. Ну, вот видите, вот 25 гектаров, даже то, что вот он остался живой, лук, да, в нормальном, в хорошем состоянии, это уже тоже о чем-то говорит, о большом. Тут мы еще не считали экономическую составляющую вот этого всего дела, да, но я думаю, тут и с экономией будет более-менее нормально. Ну, это, наверное, наше будущее, наша перспектива, и над ней стоит задумываться. Ну, еще в этом году, Марьяна, она говорила, да, 100 гектаров озимой пшеницы мы отработали первый раз тоже биопрепаратом, да, весной. Приезжал, я специально приглашал Сотникова Андрея, он приезжал со своей делегацией, ходили, смотрели, но вот как раз уже перед второй обработкой фунгицидной они посмотрели и определились, что все довольно-таки, ну, в пределах нормы. Ну, сейчас вот когда уберем, мы посмотрим, как это вот, вот эти 100 гектаров, что они насыпят. Друзья, если нет вопросов, мы двигаемся. И тоже, ну, и по локу тоже мы будем вести, сейчас учет очень строгий здесь, будем, у нас каждый день ведется урожайность, да, смотрится, поэтому и тут мы. Если кому будет интересно... Химиноль. Химиноль, да. Добрый день, коллеги. Меня зовут Ольга, я представляю компанию Агролига. Компания Агролига – это ведущий дистрибьютор мировых производителей средств защиты, семян сельскохозяйственных культур, удобрений и агрохимикатов. Наша компания имеет в портфеле эксклюзивные продукты, и сегодня мы об одном из них хотим вам рассказать и показать нагляд. Продукты компании Агролига – агромические удобрения, биостимуляторы и микронутриенты. Компания Агритекна производит их с 2000 года и является лидером на данном рынке. Их продукция отвечает самым высоким стандартам качества. Наша компания предлагает их на всех сельскохозяйственных культурах. Преимущество этих продуктов заключается в том, что они имеют очень высокий стимулирующий эффект. Их продукты имеют в составе органические вещества, которые входят в состав молекул полисахаридов и бетаинов. Также здесь в состав входит аминокислот, которые соответствуют аминограмме самих растений. И эти аминокислоты способствуют тому, чтобы препараты максимально быстро усваивались растениями. Системы питания, которые предлагает компания Агролига вместе с компанией Агритекна, позволяют получить высокие урожаи, отличного качества и уверенность в том, что продукты абсолютно экологически безопасные. Продукты компании имеют сертификаты ЕС и США, которые позволяют применять их в чистом сельском хозяйстве. На данном баннере вы можете увидеть уже опыты предыдущих годов. В некоторых хозяйствах мы закладывали это хозяйство «Энергия». и здесь было получено плюс 12% урожайности прибавки. В хозяйстве «Шахаевская» 18%. В том году мы закладывали опыт в данном хозяйстве, Юзефова Николая Николаевича, и получили прибавку плюс 7,5%. Чистая прибыль составила 143 тысячи 300 рублей с гектара. В принципе, вот на этом слайде, на баннере видно очень хорошо, насколько больше потенциал, сохраненный потенциал генетический, мы получили у картофеля. Еще хорошо работаем с рассаливанием почвы. Это вот наши препараты «Агрефол плюс». Если вы посмотрите, что до применения «Агрефула» у нас здесь засоление почвы, и после применения «Агрефула» мы засоление это уже не наблюдаем. Здесь мы, видите, наблюдаем рассаливание почвы. Ну, вот выкопали картофель. Здесь данный участок, где проводились обработки, вы визуально можете посмотреть, что ботва более зеленая, более устойчивая ко всем стрессам она была. Еще у нее идет формирование клубней. Здесь она вот тот же сорт абсолютно на другом участке, но уже она более пожелтевшая, меньше устойчивости к стрессам и меньше клубней завязалась, чем получили мы на нашем участке. Ну, как-то да. Вопросы есть? в Агролиге. Сергей Алексеевич, может быть, что-то скажете? Ну, вы по эксперименту, вы работаете уже, тоже не подпишем с ними, да? Есть какой-то толк или нет? Толк. Если будете работать, толк будет всегда. Ну, что я скажу? Вот, знаете, мы в прошлом году первый раз попробовали, да? Кстати, они дали нам вот этих всех химии, будем говорить, на 40 гектаров бесплатно, блин. Вот теперь подумайте, как они хотят... отказаться. Да, отказаться это, как они вот хотят, ну, как бы помочь нам, колхозникам-то. Ну, вот это тут написано, вот КП, глава КФХ, да? Это действительно так. Вот мы вот убирали, у нас было два поля. Одно поле вот контрольное было, да? Большое, ну, как, 50 гектаров. Мы там было, у нас Аризона сидела. А на другом поле половина вот была 70 гектаров ихнего, и там немножко нашего. Вот когда мы перешли, начали их убирать, ну, видите, вот эта прибавка в 5 тонн, она вот, ну, сами комбайнеры говорят, ничего себе, как она начала сыпаться. Ну, результат был прям виден вот в овощи. Так что, в этом году мы уже закупили на 200 гектаров вот это сей, конители, да? Они, наверное, в прошлом году все это до сих пор им вспоминают за нас. Так что, так что мы, да, мы продолжаем все это. Видно, что как бы вот, ну, она вот получше, да, рабочее. Вот ботва более зеленая, более мощнее. Ну, что ж, комбайн, урожай покажет. Может быть, придется в этом году, на следующий год полностью переходить на всю эту систему.